здравствуйте меня зовут александр постнов и я рада приветствовать вас на канале закоренелых цветочник сегодня у нас очередной ролик посвященный декоративно-лиственному растению которая известна как фация фация представляет собой вот такой кустарник приходит она как правило нота 13 на 35 это самый распространенный и размер представляет она из себя такой достаточно веселый кустик торчащими в разные стороны листьями в принципе я к фатси равнодушно и скажу почему потому что фатси очень любят использовать озеленители в озеленениях различных офисов торговых центров и делают они это как правило фитостенах и сколько бы я не видела фации либо в горшках либо фитостенах они всегда поражены паутинным клещом поэтому я в очередной раз убеждаюсь когда вижу такое зрелище что озеленением у нас занимаются не профессионалы что безусловно меня как закоренелого цветочника очень печалит и так фация видите 13 на 35 растение достаточно пышненько максимальный размер который я видел ее это 80 сантиметров высотой соответственно чем растение взрослее чем она больше тем у него шире лист и больше сам по себе по размеру у фации есть определенная особенность роста то есть у нее есть ствол из которого из макушки появляются новые листики то есть я не уверена что ее можно прищипывать потому что она тогда может наверное погибнуть я так подозреваю у меня личного опыта дружбы с ней нет я просто могу поделиться своими наблюдениями за ней на протяжении многих лет к счастью они уходят из магазинов достаточно быстро людям они нравятся листья глянцевые блестящие такая она живенькая и ну так сложились обстоятельства что домой ко мне на ни разу не попадал чему я несказанно рада если честно поэтому если вдруг у вас у тех кто смотрит этот ролик есть многолетний друг опыт дружбы с этим растением обязательно я вас очень прошу поделитесь в комментариях своими наблюдениями за дней что могу сказать ну вот видя растения и 16 лет им торгуя растение не самое простое в плане того что на него нападает паутинный клещ то есть его нужно обязательно отслеживать состояние обратной стороны листа раз в неделю вы подходите поливаете переворачиваете листик смотрите листик чистый то есть нет никаких вот их покажи пожалуйста поближе то есть нет никаких пятен нет никаких подозрительных налетов то есть эти абсолютно чистый лист растение здорово для того чтобы не заводился паутинный клещ ну как пишут во многих источниках с чем я категорически не согласна нужно опрыскивать якобы повышенная влажность воздуха предотвращает заведение паутинного клеща я не согласна с этим потому что но я честно говоря свято в это верила и всем рассказывал что надо опрыскивать тогда паутинный клещ не появится но прошло какое-то количество лет я побывала во вьетнаме где лично видела ведь нами очень высокая влажность я лично видела изгородь из плюща плющ это номер один наверное из тех кто попадает на обед к паутиному клещу достаточно быстро и вот там такой был дракон из проволоки весь увитый плющом я подошла к нему поближе и когда я подошла к нему поближе я увидела вот такой высоты паутину этого клеща то есть растение было полностью заражено поэтому высокая влажность явно не влияет на то заразиться растение или нет но влияет насколько здорово ваше растение насколько у него хороший качественный грунт как часто вы его поливаете насколько обильно вы его поливаете но и само собой если вы опрыскиваете у него листья чище растение более здорово и и шансов заболеть у него намного меньше фация предпочитает рассеянный яркий свет прямые солнечные лучи вызывают ожоги если ей будет темно у нее листики будут не такими насыщенно зелеными и скорее всего они будут мельчать и вытягиваться основанию листьев наш когда растение не хватает цвета она начинает к нему тянуться и непроизвольно его искать ходе где-нибудь его можно содержать так как я часто задают этот вопрос при искусственном освещении но должны быть обязательно лампы дневного света и гореть они должны не менее 8 часов в день тогда растению как бы достаточно будет и такого освещения но все таки рядом с западным рядом с южным северо-восточный северо-западные окна для него идеальны растение лиственное нет ярко выраженного периода покоя купить его можно в течение года поэтому когда вы принесли ее домой то можно ее сразу пересадить помним золотые правила пересадки касаются практически всех растений плюс два сантиметра к тому диаметру горшка в котором вы растение приобрели то есть если вы его купили в тринадцатом диаметре горшка подбираем 15 максимум 16 если уж так случилось что вам понравился горшок большего диаметра убирайте лишний объем дренажа дренажом и соответственно вам этого горшка хватит на два три четыре года в зависимости от того насколько большой горшок вам приглянулся корневая система видите у нее здесь уже показалось из дренажных отверстий соответственно время пересадки и пришло то есть после покупки конечно ее лучше пересадить видите крышечки у нее тоненькие такие прямо не содержим не могут они в себе содержать много влаги поэтому facium поливаем обильно листья у нее не толстые стебли конечно не достаточно такие плотненькие но тем не менее это не суккулент и не то растение которое можно держать долго засушенном состоянии поэтому обильно пролили высушили перед поливом убедились что на глубине земля высохла и пролили опять опрыскивать если вы любите прекрасно это ваш цветок два-три раза в неделю она будет вам крайне признательна но и само собой структура листа подразумевает что ее можно сначала как следует помыть а потом обработать блеском для листьев чтобы листики у нее были такие же блестящие как когда вот они у нее вылезают новенькие эти новенькие листики у нее светло-салатового оттенка и малюсенькие то есть они вот со временем они растут увеличиваются в размере и темнеют вот здесь видно что еще более светлая каем очка листа потому что лист молодой он еще до конца не вырос не распрямился у нее раз два три 4 5 6 7 пальчиков это растение называют ладонью потому что она чем-то напоминает такие раскрытые ладошки но семью пальчиками нож можно наверное предположить что это чья-то инопланетная ладошка в принципе растение красиво а если вам нравится декоративно-лиственные растения обратите обязательно на нее свое внимание ну и по логике вещей сразу предупреждаю вопросы грунт либо универсальный либо для декоративно-лиственных удобрения соответственно либо универсальный для декоративно-лиственных если вы ее будете подсушивать у нее будут появляться на кончиках пятна коричневые сухие то есть это говорит о том что вы слишком долго подержали сухой поэтому обильно проливаем ей не в чем видели корешочки не в чем эту влагу сохранять нужно давать ей достаточное количество воды чтобы они не вяли и были плотными кстати посмотрите вот внизу не увидите вообще листья как у березки вот здесь вот видите раз два три 4 ярко 5 ярко выраженных таких пальчиков но вот лист изначально напоминает либо березку мне кажется прям вообще до березовый лист либо гибискус цисус ну то есть и такого плана и уже следующие листья у нее растут чем больше ствол тем больше разветвлений на листьях вроде бы вам все рассказала надеюсь вы открыли для себя или заново посмотрели новыми глазами на это растение надеюсь это видео было вам интересным и полезным спасибо что досмотрели до конца и до новых встреч